Доброе утро! Как нас много сегодня? Ребят, поставьте плюсики, как меня видно. Ой, как меня слышно! И видно ли слайды? Так, ага, слышно, видно, все замечательно, да? Так, ну давайте знакомиться. Меня зовут Наталья Варгина, мне 38 лет. Слайды не видно. Секунду, а сейчас видно? Вроде бы я их писала. Так, все, отлично, значит продолжаем. Итак, знакомимся, меня зовут Наталья Варгина, мне 38 лет, я из города Саратова и являюсь спикером нашего проекта по средам. Я всегда выступаю по средам. И дальше рассказываю. Ребят, кто вообще, откуда? Я вот из города Саратова, а вы откуда? Напишите, посмотрим, какая у нас география. Давайте будем работать в темпе, потому что у нас очень много работы, объемы большие. О, Ставрополь. Здорово. Кто еще откуда? Я... Архангельская область. Ого-го. И все? Все остальные откуда? Какая тишина? Вообще все здесь? Поставьте плюсики. Вроде ставили плюсики. И разбежались все? Саратов, конечно же. Ура! Ура! Саратов, Саратовская область, Иркутская область, Саратов. Отличные Саратова, как много нас. Так. Замечательно. Ну, идем дальше. Ну, расскажу вам дальше, что я мама четверых детей. Дарья Клейм, я работала в полиции, была сотрудником полиции. У меня там было несколько должностей. Начинала с юриста, далее доросла до заместителя изолятора временного содержания. Ну, и так далее. Много у меня было всего в этой карьере интересного. Это было моей мечтой. Мечта осуществилась. I'm sorry. Вот. И меня, значит, было... Меня постигло такое счастье, что у меня родились двойняшки, я ушла в декрет, но просто так сидеть неинтересно, хочется развиваться, хочется общаться. Я вообще такой человек социальный, общительный, и поэтому просто так сидеть в четырех стенах было мне трудно. И я начала искать. Искать, во-первых, возможность дополнительного дохода, деньги лишними никогда не бывают, да, а, во-вторых, мне хотелось развиваться дальше. То есть мне хотелось становиться такой домашней клушей, да, которая только занимается детьми и домом. И я поняла, что мой выход – это интернет. Потому что возможности где-то, куда-то выходить, выезжать и общаться вот так вот вживую с людьми у меня не было. Потому что двое все-таки малышей, и я все время с ними одна, поэтому я стала искать. Ну, как искать? Я так общалась просто в интернете, да, и возможность дополнительного заработка, она, наверное, нашла меня сама, потому что в одно прекрасное утро, да, ко мне, мне пришло сообщение в Одноклассниках, и мне предложили вот эту возможность работать с Reflame, сотрудничать с Reflame. Я, честно вам скажу, сначала отказывалась, потому что знала, что нужно много времени уделять этому, чтобы добиться результатов, потому что у меня уже был опыт работы в сетевом маркетинге. И я говорила, что чуть позже я приду сюда, чуть позже, потому что я знаю, что возможности не безграничны в сетевом маркетинге, и я, конечно, рассматривала эту возможность, но говорила, что дети маленькие, поэтому я чуть позже приду сюда. Но мой спонсор, да, который меня пригласил, она была настойчивым таким человеком, и все-таки она меня убедила, что нужно вот сейчас включить. И я ни минуты, нисколько не жалею об этом, что я включилась именно тогда, когда я включилась. Можно сказать, что я пришла по объявлению из одноклассников. Узнала здесь много интересного, познакомилась с очень интересными людьми, и, в общем, я поняла, что я попала в ту атмосферу, которую я искала очень долго. Мне здесь очень нравится. Потому что сетевой маркетинг – это не только… Да, кто откуда пришел, тоже пишите, ребят. Сетевой маркетинг для меня, ну и, наверное, для многих, это не только, как я уже сказала, зарабатывание денег, но это и саморазвитие. И причем вы становитесь совершенно другим человеком. Я просто даже заметила по себе, что я меняюсь, что я становлюсь другим. Более позитивным, более, не знаю, развитым, что ли, я не знаю, более коммуникабельным каким-то. Ну, то есть очень много полезности здесь. Так, вот Наталья сама попросилась. Здорово. Вот те, кто просится сами, это вообще прям просто супер. То есть, значит, Наталья, ты уже знала о возможностях, разобралась, поэтому и сама и попросилась. Ребят, кто еще как пришел? С теплого рынка. Да, с теплого рынка, конечно, вообще здорово. Приглашайте свой теплый рынок. Обязательно. Так, и сегодня? Сегодня мы с вами поговорим на такую тему с ВК. Вот здорово. В общем, людей найти. Вот даже если сейчас кто-то задается вопросом, где найти людей, я хочу вам сказать, людей найти везде. Везде, где есть люди, можно найти своего партнера, своего директора, своего бриллианта. Потому что люди на самом деле ищут возможности. Очень много людей ищут возможности, просто не до конца их рассматривают. У многих срабатывают стереотипы, да, там что-то еще. Вот. А те, кто разбирается и рассматривает, вот они, конечно же, приходят в наш проект и здесь хорошо развиваются, добиваются здесь успехов. Именно таких людей нам и нужно найти. Но для того, чтобы найти нам именно этих людей, нужно перебрать много других. Нужно услышать много отказов, нужно быть к этому готовым. А чтобы быть к этому готовым, нужно, конечно же, обучаться. С фейсбука, да. Вот видите, отовсюду. То есть отовсюду. Вот когда вы задаетесь вопросом, что там, допустим, у вас нет регистрации, или вы не можете найти людей, вы вспомните, как вас пригласили. Слушайте истории, как приглашали. Вообще, очень полезная вещь, порекомендую вам. Слушайте истории других людей, как они пришли. Это вам поможет находить источники, откуда вообще брать людей. Сейчас мы об этом немножечко поговорим позже. А сейчас я хочу поговорить с вами на такую тему, как привычка. Наверное, я продолжу вчерашнюю тему. Вчера Наталья очень хорошо рассказывала на планерке о привычке. И сегодня я тоже хочу поговорить практически на эту же тему. Мы должны выработать себе привычку работать без начальников, будильников и понедельников. Ребят, на самом деле, не знаю для кого как, для меня это было сложно. Потому что я человек, как говорится, в погонах, да, который привык подчиняться. И тут я вырвалась на свободу, да, ура, свобода. То есть куда хочу, туда лечу, да, и что хочу, то и делаю. Вот. И, конечно же, сетевой маркетинг, он подразумевает то, что вы должны быть самодисциплинированными. То есть никто за вами, никто вас контролировать не будет. Работать заставлять вас никто не будет. Вот. И это, вот именно это сделать сложно, себя дисциплинировать. То есть вы сами себе начальник, и вы, именно вы должны себя дисциплинировать. То есть вы должны контролировать свои действия, вы должны контролировать свой рабочий день, и вообще вот все, ну вы полностью сам себе начальник, да. И порой бывает сложно себя контролировать, потому что, ну, я сам себе начальник, да, могу позволить себе лежать на диване целый день. Ну, в итоге, да, что мы получим? Мы получим дырку от бублика, грубо говоря, да. Вот. И вот это вот, конечно, сложновато, что вот вроде бы за тобой никто не стоит, но за тобой никто не наблюдает, тебя никто не контролирует. Вот это вот у меня было переключить сложновато. Конечно, я вообще и на работе, когда работала, я контролировала себя сама, да, я свои действия, но все равно я знала, что надо мной кто-то стоит, меня контролирует, я знаю, что меня там, допустим, будут проверять, да, поэтому я должна свою работу сделать качественно. Здесь я поняла, что я человек свободный, меня никто не контролирует, и вот именно самой настроиться на то, что этого и не нужно мне делать, чтобы меня контролировали, я сама могу делать, но все равно вот в голове сидело это, и мне нужно было время для того, чтобы от этого избавиться. Каким образом я это делала? Я не знаю, даже если у вас огромная есть мотивация, ищем мотивацию, ребята, обязательно. Без мотивации ничего не будет. Мотивация будет ваша цель, да, чего вы хотите вообще от этого проекта, зачем вы сюда пришли, но первое время, даже если у вас там супер мощные, мощные мотивации, вот первое время все равно себя нужно подпинывать вот таким вот образом обязательно. Потому что даже если у вас там огромные мечты, огромные цели, все равно у вас срабатывает человеческая лень, да, но мы вот все живые люди, все живые люди и ничего вот с собой не можем сделать, да, хочется иногда полениться. И вот поэтому нужно обязательно себя вот гонять себя. Для чего? Первое время для того, чтобы у вас выработалась именно привычка, привычка работать, делать какие-то действия, которые вы раньше не делали, чтобы вы переключились на то, что вы должны делать, на свои обязанности. Поэтому нужно заставлять себя работать. Хотите вы этого, не хотите, плохое у вас настроение, хорошее. Вы сразу представляете, что какая бы погода на улице не была, да, если бы вы работали на наемной работе, вам нужно было с утра вставать и идти. То есть и вы не могли, например, утром проснуться и сказать, блин, у меня сегодня настроение плохое, я, наверное, на работу сегодня не пойду. Правильно? Не было такого. Правильно, ребят? Согласны со мной? Поставьте плюсики. Или, например, вот так вот. Ну, у меня там проблемки небольшие там в семье, либо у меня сейчас нет времени на работу. И вы звоните начальнику и говорите, извини, даже не вы звоните начальнику, а вы сидите дома, решаете свои проблемы, и вам начальник звонит и говорит, слушай, дружок, а ты почему на работу не вышел? А вы ему говорите, ты вот знаешь, мне сейчас не до работы. Я не могу, мне сейчас некогда, у меня вот сейчас вот свои какие-то там проблемы, мне сейчас не до работы. Я тебе позвоню потом, когда смогу, и на работу приду, когда я смогу, когда все свои проблемы решу. Вообще, представляете, может быть такое в жизни, если вы работаете на наемной работе? Может быть или не может, скажите. Вот та ситуация, которую я сейчас описала. Может, да? Круто! Александр, хорошая работа у вас. И у Ксении может. То есть я не знаю, если бы, например, я, работая в полиции, и утром встала с плохим настроением, позвонила своему начальнику и сказала, извините, у меня нет настроения сегодня на работу, не приду, вы меня не ждите, я сейчас все свои проблемы решу. И тогда приду на работу. Я думаю, что, наверное, меня бы вызвали для того, чтобы я подписала приказ об увольнении. Скорее всего, и вручили бы мне трудовую книжку, и помахали мне рукой. И сказали бы, иди решай свои проблемы, а на твоем месте поработают другие. Те, кто может решать свои проблемы и работать одновременно. У нас в нашем сетевом маркетинге такое бывает зачастую. Когда человек говорит, а у меня там начинает вроде бы работать, начинает обучаться, а потом говорит, а у меня там проблемы семейные, я потом приду. Это зачастую бывает. Ребята, в основном это бывает из-за того, что нет мотивации у человека. Он просто теряется, он приходит и теряется, и не понимает, что ему делать, поэтому начинаются отговорки, и он просто идет куда-то в сторону, уходит, сидит и думает. Быть или не быть, работать или не работать. Ребята, так вот, если у вас такая ситуация, если вы не можете сами себя подпинывать, скажем так, попросите об этом спонсора. Он вам в этом поможет. Вот попросите его, скажите, ну вот потратите на меня там месяц, чтобы у меня выработалась привычка работать каждый день. Давай мы с тобой договоримся созваниваться каждый день и будем с тобой общаться. Если вдруг, у меня к тебе большая просьба, если вдруг я тебе не позвоню завтра, позвони мне, пожалуйста, сам. То есть договоритесь об этом со спонсором. Первое время, чтобы он вас погонял. То есть если у вас еще осталась такая привычка, зависимость от того, чтобы вас контролировали, попросите об этом спонсора. Он вас будет контролировать. Он будет вашим начальником на это время, пока у вас не выработалась привычка. И он вам с удовольствием поможет. То есть иногда бывает такое, что спонсоры один раз позвонили, один раз написали, и видят, что человек не реагирует, ну и просто понимают, да, что смысл какой человека дергать, если он никак вообще не реагирует. А если вы его попросите об этом, то он, конечно, вас будет гонять. И вам будет уже неудобно не отвечать ему, не выходить с ним на созвон, потому что вы вроде как договорились, поэтому вы должны исполнять свои обязательства с обоих сторон. Вопросы есть какие-нибудь на данном этапе, ребят? Понятно по самомотивации, по помощи спонсора. Идем дальше. Не будем задерживаться. Берем на себя ответственность. Вот смотрите, у меня в чатах задавали вопрос, по-моему, Наталья, да, Григорьева? Да, по-моему, Наташа ты задавала. По поводу того, какой у меня метод работы. Как я вообще работаю таким методом, что у меня там бывают регистрации. Я вам сейчас открою секретный ингредиент своей работы и скажу вам, что его нет. Потому что я делаю все то же самое, что делаете вы. Абсолютно то же самое. У меня никаких там секретных методов нет. Единственное, что у меня было, это то, что я дала сама себе обещание взять на себя ответственность. То есть вот именно делать то, что вот если я даже не хочу, у меня было время, когда я утром просыпалась и говорила, зачем? Зачем мне все это надо? Кому-то звонить, что-то писать. Я понимала, что у меня есть огромные цели, что я хочу их достичь, что я хочу красивый дом, хочу машину своей мечты, о которой я мечтаю. Что я хочу, чтобы мои дети отдыхали или несколько раз в год, и я вместе с ними хочу им показать весь мир. У меня это все было. Но вот когда ты просыпаешься утром и понимаешь, что нужно что-то делать, то ты вот думаешь, блин, вообще, вот вроде мне это надо, да, это вот надо вокруг всем другим. И я поняла, что такие вопросы себе задавать с утра тем более лучше не стоит. А брать и делать, просто брать и делать. Хочу, не хочу, просто брать себя за шиворот и тащить, пока не выработается привычка работать каждый день. То есть вот я через силу заставляла себя работать. Теперь я хочу вам сказать, что если, например, я с утра не начала работать, у меня бывают какие-то домашние дела, детей в поликлинику, например, я вчера возила, и я уже когда приезжаю, я понимаю, что мне срочно нужно что-то сделать. Мне срочно нужно сделать тот объем, который я запланировала на день. Я должна его сделать. То есть у меня уже руки чешутся, у меня уже в голове постоянные мысли, что ага, я вот это вот еще не успела сделать, а мне это нужно сделать. И я просто понимаю, я вот недавно анализировала, я поняла, что я каждый день что-то делаю. Даже если у меня, например, нет возможности в полную силу работать, все равно хоть немножечко времени я уделяю работе, хоть что-то я должна сделать для того, чтобы приблизить себя к своим целям. И вот когда вы делаете каждый день, вот просто делаете каждый день, не думая о том, что там будет в результате, или если я это вот сделаю именно здесь, и что будет, да, а просто делаете. Делаете, делаете и делаете. И вот оно как снежный комок наматывается потихоньку, да, и в итоге получается результат. Не всегда, конечно, прям вот, ах какой, да, бывает то пусто, то густо, это у всех бывает. Вот это нормальный рабочий процесс. Но потихонечку, потихонечку, и все в итоге получается. Это вот абсолютно, я разговаривала уже, со многими лидерами общалась, я разговаривала просто вот еще с теми, кто начинает, да, абсолютно одинаково у всех. Мы с вами, у нас с вами один и тот же интернет, у всех абсолютно одинаково. Там одни и те же люди, у всех. То есть нет такого, что к кому-то идут одни лидеры, а к кому-то те, которые ничего не делают, да. Они есть у всех. Просто кто-то делает больше, кто-то делает меньше. Вот представьте, вам в команду нужно 50 человек, да, чтобы у вас было, чтобы вы стали директором. 50 тех, 50 единомышленников, которые делают то же, что и вы, думают так же, как и вы, хотят то же, что и вы. Вот. Вы этих 50 человек найдете в любом случае. Но, представьте, если вы, например, для того, чтобы найти 50, вам нужно зарегистрировать 500. Ну, это я так грубо говоря, ну, просто приблизительно, чтобы было как бы понятнее, да. Вот, если вы будете регистрировать по одному человеку в месяц, да, в каталог, то, чтобы найти своих 50, сколько вам времени понадобится? Вам же из 500 нужно зарегистрировать 500, из этих 500 получится 50, начнут работать. Вот. А если вы будете регистрировать, допустим, 20 человек в каталог, то вы, скорее всего, найдете быстрее своих 50, правильно? Правильно? Так. Сейчас расскажу, Наташа. Конкретно с числами рассказываю. Я сейчас... А, и вот еще. Раньше я работала, я, наверное, просто искала свой удобный метод для работы. Я работала в ВК, я работала в Одноклассниках, я работала в Юле, вдруг вокруг. Потом я начала осваивать Инстаграм, то есть везде по чуть-чуть. Я думала, что вот если я там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, то, наверное, все складывается потихоньку, и как, ну, как ручейки, оно вот все в море, да? Да, этот метод тоже работает и можно работать, но лично для меня, я сделала вывод, что лично для меня удобнее работать в одну точку бить. То есть я сейчас перешла полностью в Инстаграм, и я еще работаю иногда в Одноклассниках и в ВК, ну, и рассылаю вдруг вокруг и в Юле, но только тогда, когда я, допустим, отписываюсь в Инстаграм, если я отписываюсь в Инстаграм, то получается у меня работы нет в Инстаграм, поэтому я перехожу в другие соцсети, чтобы процесс не останавливался. А так я сейчас полностью в Инстаграм. Ну, как я работаю в Инстаграм? 5000 подписок, 5-6. Почему 5-6? У меня 10 страниц рабочих в Инстаграм, и я работаю с них, с этих 10 страниц, для того, чтобы не перегружать. То есть я сейчас делаю 5000 подписок не с 5 страниц, а с 10. Иногда получается 6. Если у меня побольше времени, то я делаю 6. Больше пока не получалось, но вообще у меня в планах делать больше подписок. Вот. Я делаю 5000 подписок в Инстаграм, я делаю 2-3 поста. Если получается больше 3, если получается больше 3, это еще лучше. Но вот если в среднем, то вот такая у меня статистика. И вот еще раз повторю, что когда я отписываюсь в Инстаграм, то я рассылаю объявления друг вокруг в Юле, но много не рассылаю, потому что сейчас прям там жестко блокируют, поэтому я стараюсь вот поменьше рассылать. Где-то примерно по 20-30 объявлений. Все, больше, если честно, больше не дают, блокируют. Вот. И еще вот ВК и Одноклассники. Но там, когда бывает время, в основном там брендированные страницы, просто я их развиваю для того, чтобы люди видели, чем я занимаюсь, для того, чтобы шла информация со страниц. Я думаю, что это как бы на перспективу я работаю, потому что в будущем они начнут работать, и люди сами начнут спрашивать. Ну, в принципе, Наташа, еще вопросы есть? Ответила на вопрос? Нет, посты, как я уже сказала, что в ВК и ОК не каждый день. Я работаю в Инстаграм. В Инстаграм каждый день. Там, да, там каждый день. Если ты работаешь конкретно в ВК и ОК, то да. Вот смотрите, ребят, есть методика работы в ВК и ОК. Там, смотрите, как вас там видят люди. Они видят вашу ленту. То есть, чем больше действий вы делаете в ленте, тем больше людей вас увидят. То есть, если вы, например, выставили один пост и больше ничего не сделали, то ваш пост очень быстро забьется в ленте другими там какими-то новостями. Да, сейчас очень много там ИСП, да, одежды торгуют. Они очень быстро забивают ленту. Поэтому вам нужно сделать сразу несколько действий. Например, добавили пост, добавили фотографии, поставили классы, там еще зашли в группу, например, там поделились какой-то темой, чтобы от вас шла информация, много действий, чтобы было. Ну, конечно, тоже не переборщите, потому что сейчас везде есть лимиты. Поэтому смотрите, если вы, допустим, выставили один пост в неделю, то результата, конечно, не ждите. Вас никто просто не увидит. Вот. А если вы будете каждый день, если вы работаете конкретно, вообще, где бы вы ни работали, вы должны проявлять активность. То есть, если с вашей страницы будет идти активность, вас будут замечать. Если активности не будет, вас никто не увидит. И вы будете думать, что я вроде бы работаю, 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 а результата ноль. Так вот, если у вас, если, вот кто работает каждый день, и результата нет, поставьте плюсики. Так, плюсиков нет, да? Ага, вот, Ксения. Вот кто работает каждый день, а результата нет. Ребят, звоним спонсору и анализируем свою работу. Значит, что-то делаете не так, либо что-то не доделаете. Вам кажется, что вы делаете, но прежде чем звонить спонсору, рекомендую, что сделать. Утром встали, взяли листок бумаги или там ваш ежедневник, куда вы все записываете, и начинаете писать все свои действия. Сделали действие – запишите. Сделали действие – запишите. Во сколько, сколько, какие действия вы делали, чтобы к концу дня проанализировать то, что вы делали, и уже потом созвониться со спонсором, рассказать ему, вот что вы делаете конкретно, какие действия и сколько, а у вас нет результата. Он поможет вам внести какие-то поправки, корректировки, потому что если вы будете просто так звонить и говорить, я вот делаю, а ничего не происходит, то, конечно же, он вам задаст вопрос, а что ты именно делаешь? А вы когда у вас уже будет этот конспектик, вы просто откроете его и будете говорить, что вы конкретно делали и почему у вас нет результата. И вы так быстрее разберетесь во всем. Совет. Не сидеть, не молчать. Если что-то не получается, обязательно обращайтесь к концу. Обязательно. Он поможет во всем. Это человек, который уже прошел этот путь, который вам предстоит пройти. Поэтому нужно обращаться к нему обязательно. На этом этапе понятно? Вопросы есть ко мне? Ребят, вот мое мнение, вот очень я прям убеждена в этом, что все победы начинаются с победы над самим собой. Особенно у нас, да, в нашем проекте, в нашей деятельности. То есть пока вы не дисциплинируете себя, пока вы не начнете с себя, процесс будет, конечно, затруднительным. Поэтому, ребят, сначала приведите в порядок свои мысли, свои действия, и тогда все будет получаться. То есть вы должны себя позиционировать с точки зрения, что вы уже лидер. Вы просыпаетесь утром, и вы, я не знаю, на какой ступеньке кто хочет оказаться, да, вот, допустим, если вы хотите быть директором, да, вы просыпаетесь каждое утро, и вы директор. Вот когда вы научитесь чувствовать себя вот директором, то вы им скоро станете. Но для этого, конечно, не просто себя нужно чувствовать, а еще и что-то делать для этого. Так. Ребят, и очень хорошая привычка каждый день быть счастливым. Обязательно. Просыпайтесь с позитивом, просыпайтесь с настроением. Все вообще проблемы покажутся вам мелочью, если вы каждый день будете счастливы. Каждый из вас, просто я знаю, что у каждого, скорее всего, да, есть семья, есть детки, у кого еще нет, значит, будут, вот, и это уже счастье. То есть вы ищите хорошие моменты, не заостряйтесь на негативе, вообще негатив убирайте из своей жизни. И тогда вот намного легче будет жить и работать и вообще заниматься своей любимой деятельностью. Так. Ну, у меня на этом все. Ребят, что-то полезное для себя сегодня вы унесете с собой? Чем я была вам сегодня полезна? Полезна. Что нового для себя узнали? Вопросы, если есть, пишите. Буду очень рада на них ответить. Пинки будете себе давать? Ну, правильно. Ребят, система в основном, она одинаковая везде, да, действия, делать действия, все, делать, делать, делать. Самое главное, не думайте о результате. Не бойтесь результата, который придет к вам. Просто некоторые думают, что вот я сейчас сделаю, например, сегодня 9% в этом каталоге, или там 10, 12, 15, 20, а в следующем упаду. Ай-яй-яй, как страшно. Не надо этого бояться. Нужно идти вперед. Делать, делать и делать. Все, ребят, желаю всем хорошего дня, хороших результатов сегодня, регистрации всем полные карманы. Позитива, чтобы у вас все было на позитиве, относитесь ко всему легко, просто, и все у вас получится. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, что были со мной, спасибо, что участвовали в нашей беседе. Рада была всех видеть. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok